Действительно, сегодня вышло постановление и распоряжение президента о приеме высшего образовательного учреждения. Обычно эти постановления все очень сильно ожидают и ждут какое-то ношество от этих постановлений. В этом году то постановление, которое вышло, есть новые нормы. Это введение дистанционного образования, которое впервые, в принципе, об этом речь уже долго шло, но в действительности этого не было. И вот начиная с этого года вводится в Узбекистане дистанционное образование, квота на дистанционное образование, которое дает право некоторым вузам прием именно по этой форме. До этого дневной вечерней заочная форма обучения у нас была. Ну, видимо, во время пандемии все-таки мы все знаем, что дистанционное образование было. Я думаю, это для многих высших образовательных учреждений большого труда не составит, потому что система уже апробацию как бы прошла. Она есть, есть и, скажем так, мы знаем, и недостатки, недоработки. С учетом этих недостатков, с исправлением всех, вот такое решение было принято. Вторым ношеством это мы знаем, что это прием в магистратуру. Прием в магистратуру, как вы знаете, у нас решением президента открыто сейчас новое агентство по иностранным языкам. Вообще, приоритет данный иностранным языкам с этим учетом. Прием в магистратуру производится по сертификату, который дает сертификату на уровне B2. Они должны знать иностранный язык в обязательном порядке. Ну и плюс учитываются предыдущие как бы все данные студента, который в течение четырех лет во время бакалавриата он набрал. То есть магистратура, для чего это сделано? Чтобы именно магистратуру был качественный уровень поднять вузов всех. И сама система образования говорит о том, что одним из самых больших проблем на сегодняшний день, которым мы столкнулись на рынке высшего образования, это то, что профессорка-преподавательский состав не всегда готов, скажем так, к тем новшествам, которые принимаются. С этим учетом одним из селекционных методов как раз профессорка-преподавательского состава является магистратура. И в этой связи считаем правильным решением то, что магистратуру будут приниматься те самые отборные, то есть те селекции будут производить составы, которые завтра даст свои платы. И иностранный язык, и плюс в течение четырех лет, у которых показатели очень хорошие. То есть ребенок, если в течение четырех лет показатели хорошие, исходя из этого, как раз таки поступает магистратура. Ну, магистратура, это уже не новшество, мы знаем, что у нас двух уровней образования. То, что магистратура, это в основном, это производится прием для того, чтобы, опять-таки, это повышенный такой квалификационный уровень, и второе, в основном, они идут после окончания магистратуры, сам ВУЗ продолжит свою как раз таки научную и образовательную деятельность. Наш университет, я думаю, как и все университеты Узбекистана, он на месте не стоит. Почему? Потому что рынок образовательных услуг Узбекистана долгое время, мы знаем, что он не менялся, квоты приема, если вы знаете, чуть более 5, ну, около 60 тысяч было долгое время, 25 лет. И вот как раз таки, с учетом того, что из года в год сейчас повышаются эти квоты приема, ну, и у нас в университете точно так же, с учетом повышения, вводятся новые направления. Новые направления вводятся в связи с тем, что реальный сектор экономики меняется, открываются новые производственные направления, и с учетом этого, конечно же, используя, что наш университет является тоже образовательным учреждением, мы новые направления, конечно, вводим. Из новых направлений, это строительные направления, во всем мире, если мы знаем, у нас есть направление, допустим, ремонт автомобильных дорог, строительство зданий. Очень часто по европейских странах, либо других развитых университетах, это направление называлось силы инженерных, то есть гражданское строительство. Почему эти новые направления вводятся? Двухуровневое образование, бакалавриат и магистратура у нас в Узбекистане введено уже давно. Однако, очень часто мы сталкиваемся с тем вопросом, что люди не отличают магистратуру от бакалавриата. Почему здесь бакалавриат, здесь магистратура? Если говоря простым языком, то это получается, общее инженерное направление должно быть в бакалавриате, а уже решения, которые должен инженер принимать, скажем так, высокотехнологично, они направляются в магистратуру. То есть туннели и мосты, либо там коммуникационные какие-то там дела, или там, допустим, дорожное строительство с использованием, допустим, повышенных каких-то норм, эстакады, допустим, метро, они идут уже более тщательно, то есть на более мелкие направления, узкие такие специализации, они делятся в магистратуру. В бакалавриате студент должен получить общее образование по строительству с учетом всех этих особенностей, а уже дальше, конечно же, по узкой специализации он продолжает развивать свои знания, навыки. И с этим учетом, конечно, в этом направлении строительства у нас очень сегодня реальный сектор экономики строительства изменился, мы действительно вводим там. Во-вторых, наш университет, можно сказать, мы как бы являемся пока что монополистами, кто занимается интеллектуальными транспортными системами, то есть это строительство с использованием IT-технологий, вот как раз таки направление интеллектуальных транспортных систем. Третье, это на сегодняшний день, вы знаете, что у нас тоже, в принципе, электрификация и быстрые подвижные составы, то есть они уже есть, система IT-технологий, там очень много направлений, которых, в действительности, мы до сегодняшнего дня не готовили, вот вводится это. В-четвертых, очень сильно поменялась, допустим, авиация. В авиации мы знаем, что Хао Юлары и Узэропорс разделились, и в наземные службы авиации тоже появились новые направления, плюс сами, скажем так, пилотируемые аппараты, они тоже поменялись, поэтому, исходя из этих новых направлений, вводятся либо определенные модули, либо направления. В большей части мы, конечно, придерживаемся вводить новые модули, конечно же. Почему? Потому что в общей части, если посмотреть, инженер авиатрии, инженер дорожного строительства, инженер железнодорожник, в общей сложности там ничего не поменялось. Однако внутри качественная составляющая, конечно, должна меняться. Исходя из этого, мы вводим новые и специальности, конечно, их немного, около 9, и плюс вводим, скажем так, модули в эти образовательные курсы, которые у нас есть. С прошлого года у нас в университете появилась и юриспруденция, и некоторые направления по экономике, то есть с учетом той логистики, которая у нас сегодня есть, плюс определенные, то есть появились уже некоторые модули у нас есть, политики. Почему? Мы прекрасно знаем, что во всем мире транспорт – это не только экономическая составляющая, это еще и политическая составляющая любого государства. Исходя из этого, нам бы хотелось, чтобы этот университет для того, чтобы потребность реального сектора экономики у нас закрыл здесь, в Узбекистане, плюс в регионе, мы очень ориентируемся не только на Узбекистан, а на всю центрально-азиатский регион, исходя из этого, как раз-таки производится весь прием нашего университета. К концу прошлого года вышло постановление президента, где нашему университету, наряду с другими 35 университетами, было дано как раз-таки академистику и финансово независимость. С учетом этого, конечно, прием будет производиться еще в этом направлении. И у нас есть генеральные партнеры, более 80, с кем мы постоянно работаем в предприятии, мы изучаем их потребность. Кроме этого, есть еще у нас целевые направления приема, которые предприятия по заказу предприятия мы производим. Взаимодействие предприятий, конечно, скажем так, есть это целевое направление, если этот человек уже работает в этой отрасли, и есть в соответствии с постановлением, это нам по направлению пришел, они, конечно, ведут его с первого курса. Если это не целевое, а сам студент пришел, мы с предприятиями, когда прорабатываем, начиная со второго курса, конечно, прорабатывается вопрос, когда у него первая практика возникает. Почему? Потому что раньше у нас в этих институтах, которые образованы транспортные университеты, 6 дней в неделю учились, у нас 5 дней в неделю учатся, потому что один день мы посвящаем только практическим занятиям, которые проходят как раз-таки на производстве. А с третьего курса в основном они уже какие-то элементы оплачиваемые, стажированные, прохождение практики. Но на четвертом курсе, я не побоюсь этого сказать, более 67% наших детей уже имеют контракт на руках. Изменения, это явно, которые можно увидеть невооруженным глазом, это кредитно-модульная система у нас введена полностью. То есть первое, второе курсы, те, кто в этом году поступит, у нас только по кредитно-модульной системе учатся, это первое. Второе, конечно, были пересмотрены все учебные программы. Учебные программы, они, как я и говорил, направлены на реальный сектор экономики, не только, скажем так, теоретические знания, но и практические. Третье, нужно заметить здесь такое, что у нас в университете мы более создали дуальную систему образования, причем, как я уже остановился, практика ориентированность. Почему дуальную, я могу назвать. А в основном, во всем мире, дуальная система используется среднеспециально, профессионально, то есть образованием. Мы постарались это сделать, почему? Чтобы наверстать то упущенное, которое было, мы считаем, что другого варианта не было, чтобы наверстать это упущенное и в качественные составляющие, как бы учебных материалов и качественные составляющие самих профессорско-преподавательских составов, а также ощущение той ауры со стороны студента, это нужно было вести, поэтому постоянно, как бы непосредственно с производством связаны все студенты. Третье, естественно, когда вы с производством связаны, это производственные заказы. То есть наука, это не только у нас, в министерстве инноваций подали, скажем так, проекты, и все, прорабатываем вопросы. Нет. Мы сориентировались так, что на сами предприятия. Если работаете напрямую с самыми предприятиями, естественно, запрос предприятия, он совсем другой. То есть предприятие, когда заказывает, его интересует одно. До этого, конечно, здесь наука делалась, но теперь у нас полностью сама качественная составляющая, даже научно-инновационная деятельность поменялась. Почему? Потому что она исходит непосредственно от предприятий. Что им нужно, мы то и разрабатываем. В этой связи, конечно, коммерциализация очень сильно повысилась у нас в действительности. И, соответственно, если повысилась коммерциализация, то есть заработная плата профессор-предподавательского состава, я не побоюсь этого сказать, она очень высокая, считается транспортным университетом. Мы, честно говоря, свою научно-инновационную деятельность направили на прикладные. Разработки, это больше связано с строительством дорог, которые ведется у нас очень хорошая лаборатория, очень хорошая лаборатория, которая по последнему делу техники, можно сказать, у нас она есть. Второе, как раз-таки, в железнодорожном составе, конечно, мы тоже и вагоноремонтный завод, и темы рюлары с ними прорабатываем. Плюс партнеры у нас по железной дороге, это вот с Белгутом, а также по ГУПС российским, белорусскими, вот с ними прорабатываем со стороны стандартизации. Очень хорошая работа у нас идет на сегодняшний день как раз-таки по системе безопасности, как раз-таки дорог, которые у нас есть, это, можно сказать, с МВД проводится работа, то есть обеспечение. Третье, по строительным делам, конечно же, мы в 30 городах, наши и студенты-магистранты, а также преподаватель в составе занимаются сегодня разработкой мастер-планов. Мы уже один мастер-план с нашими немецкими партнерами, проработали в городе Самарканда, который был презентован руководством. Потом уже вот ургенщик закончили. Сегодня как раз-таки все наши усилия направлены на разработку мастер-плана на Манган, который дает комплексное решение всего транспорта города, это с учетом и развязок, это с учетом и... Ну и, конечно, вот недавнешнее поручение, которое было, это разработка как раз-таки повышения качественной составляющей метро для того, чтобы как раз-таки увеличить пассажиропоток, по ним делались научные разработки. То есть все научные разработки, они реальные, они прикладные, они в действительности внедряются, они в действительности, вы можете их почувствовать. Мы прекрасно знаем, что в городе Ташкенте появляются новые линии метро, и вот Сергилинская линия, которая новая, она не подземная, надземная. Это огромный, огромный капиталовложение государства. Чтобы это капиталовложение себя оправдали, естественно, строится метро для того, чтобы был пассажиропоток. К сожалению, за долгие годы, начиная, и культурная составляющая нашего общества так получилось, что пассажирский транспорт, он, как бы мы ни хотели, у нашего населения, оно негативное, как бы восприятие пассажирского транспорта, конечно, оно тоже нужно признать, что было оправданное. Почему? Потому что ни качества не было, никаких сервисов не было, ничего, то есть мы не предоставили. Это вынужденная мера людей. Просто, если мы уже затронем, город Ташкент, он потихоньку становится мегаполисом. Ежедневно город Ташкент въезжает чуть менее, скажем так, почти, можно сказать, 800 тысяч пассажиров, то есть 800 тысяч человек ежедневно въезжает в город Ташкент. Если они въезжают, это, естественно, на одной машине, примерно, вот у нас получается по нашим всем исследованиям, два с половиной человека на одну машину поступает, то есть это определенные как раз-таки заторы, пробки возникают в дорогах. Это первое. Второе исследование, которое мы сделали, это транспортно-вузловые развязки, которые у нас есть, которые не позволяют тех решениям, которые вот как раз-таки машины... Третье, это безопасность сама, то есть это все, что связано, простым словом, с ГАИ связано, то есть с патрульно-постовой службой связано. То есть все эти решения как раз-таки из-за того, что в свое время были, принимались решения в разных, скажем так, министерствах, разных направлениях, они привели к тому, чего мы сегодня имеем, который каждый день мы связываемся. Как раз-таки мастер-планы, которые вот в интеллектуальных транспортных системах, это дает как раз-таки решение, комплексное решение всего, начиная от тех коммуникаций, которые должны были проложить там, допустим, внизу трубы, строительство зданий, то есть где должны быть жилые комплексы, где должны быть торговые комплексы, они все учтены до такой степени, что как раз-таки какого плана дорога должна быть построена, какого плана транспортный воздел должен быть построен, то есть вот такие предложения в области строительства. Что касается непосредственно метро, конечно же, мы дали свои предложения. Уже решением президента было принято решение увеличить состав. Потом, кроме этого, было для того, чтобы пассажиропоток увеличить, с четырех вагонов перейти на пять вагонов. Парома, тем более, нашего как раз таки позволяет это. Да, конечно, это все решения были приняты. Нашим университетом было сделано как раз таки математическое моделирование. Если все эти изменения приведут, то что будет в ближайшие год, два года, до пяти лет мы рассматривали этот вопрос. И, конечно, увидели картину не всегда хорошую, скажем так. Мы подали как раз таки предложение, которое дает как раз таки увеличение пассажиропотока с сентября-октября месяц 600 тысяч, а к концу года 800 тысяч. Исходя из этого, поняли один вопрос, то есть само себестоимость. Многим, конечно, пассажирам разницы нет. Они хотят, чтобы вагоны метро приходили каждые три минуты, допустим, или четыре минуты. Они приходили, потому что долго ждем. Естественно, пассажир что хочет обычный обыватель. То есть ему нужно быстро, удобно и дешево доехать до следующего адресата. Вот исходя из этих трех составляющих, и еще безопасность, значит, трех составляющих, мы, конечно же, разработали план действий, который только до конца этого года нам нужно будет сделать. Это как живой организм, оно не остановится никогда. И было сделано вот следующее предложение, которое как раз таки повысит. Это цифровизация метро, повышение, скажем так, привлекательности метро. Это вот как раз таки с учетом всех автоматов, которые стоят. Мы даже заметили, что билеты даже метро, люди стоят в очереди. Это тоже подводит к тому, что подъездные пути к метро связаны с метро, с другими транспортными средствами. То есть очень часто так получилось, что Тошахар Транс, получается, не согласованное решение с метрополитеном города Ташкента. То есть в некоторых участках у них, скажем так, маршрутизация одинаковая, в некоторых участках она не соответствует. То есть у нас городской транспорт в городе Ташкенте, он между собой был не связан с тем, что разное. Мы все это объединили в один целый цикл, исходя из этого сделали удобно. Даже просто взять, если даже на свои частные извозы, кто занимается, допустим, ну кто больше всего по утрам метро, иногда наши дети едут там в школу. Почему бы не воспользоваться метро? Да, просто потому что у метро даже нельзя было останавливаться. То есть знак стоит со стороны как раз таки остановка запрещена. А как человеку, если остановка запрещена, естественно, вы через 200 либо 300 метров ребенка одного не хотите отпускать. Исходя из этого, конечные остановки автобусные, конечные остановки, скажем так, таксопарков, либо они были все связаны в одно целое. Кроме этого, были рассчитаны въезжающие ежедневно в город Ташкент. То есть те автостоянки, которые, возможно, можно было сделать у метро. То есть были данные предложения, чтобы люди могли оставлять машину прямо у метро, чтобы по пробке. И выявилось, что вот определенные, то есть вот где-то 12 маленьких шагов, они могут привести к очень большим решениям. То есть поток автомобиля поток у нас сократится на 97 тысяч по городу Ташкенту, что очень ощутимо. Плюс ко всему, очень часто, въезжая в город Ташкент, естественно, въезжают они все очень часто на микроавтобусах, либо Дамасах, которые тоже дают очень неудобную ситуацию, возникает в городе Ташкент. Второе, это вот как раз таки те, как я говорил, транспортно-узловые решения, которые дают, они тоже дают определенный состав. То есть при этом повышается эффективность работы и автопарков, при этом сокращается время ожидания. Не во всех линиях метро. И самое интересное, экономическая составляющая. На сегодняшний день мы все прекрасно знаем, что 1400 проезд метро стоит. Но никто не задумался о себестоимости метро. Некоторые линии у нас себестоимость превышает более 6000. То есть это на одного человека. А все почему? Потому что неэффективно создана сама система. То есть если мы создадим систему более правильной, простой, обычным, если словом сказать, въезжайте со стороны Кибрайского района, со стороны Черчака, если конечная остановка сделана на ТТЗ, она никак не связана с метро. Ближайшее метро получается, ипокюлия она получается. Но вот как раз таки довести его не до ипокюлия, потому что он и так загружен. А, допустим, до парка Ашкабад по новой дороге, если даже мы сделаем, то есть это намного снижает загруженность и транспорта, и вообще на дорогах города Ташкента. Плюс ко всему, просто побочным одним из действий – это экология даже. Третье небольшое предложение было сделано, чтобы еще больше эффективность поднять, это, конечно же, перевести многие образовательные учреждения более на плавающий график. То есть одновременно, скажем так, по линии метро 17 вузов, когда мы рассчитывали, 17 вузов, если подням, одновременно начинается учеба. В этот же момент начинается и в школах. Это, соответственно, приводит, то есть в метро человек, который заходит, либо в автобус заходит, ему хочется проехаться нормально, а не вот той толпочкой, в которой у нас это происходит. То есть исходя из этого. Были решения даны по велошерингу, велосипедным дорогам, которые не только по центральным улицам, а давайте посмотрим. То есть мы и там в любом случае деньги потратим, и здесь. То есть их тоже рассмотреть в вопросах, где больше потока. То есть поставить как раз-таки велошеринги там, где они необходимы. Как транспорт используют, то есть во всем мире велошеринг используется как транспорт. И в этой связи, конечно же, поставить и велосипедные остановочные пункты. То есть все это было рассмотрено в комплексе. И исходя из этого было сделано предложение, которое вот в ближайший год мы уже, в принципе, начали его оформлять. Плюс ко всему, для того, чтобы еще дополнительно от жителей города Ташкента, либо, в принципе, нас и с областями звонили, открыли отдельно колл-центр. У нас как бы так получилось, все, что не делается, все к лучшему. В колл-центре работают только студенты транспорта университета. Это как раз-таки не только поручение, мы, как раз-таки у нас есть очень много студентов, которые испытывают определенную финансовую... Как раз-таки мы, вот наши девушки, как раз-таки на сегодняшний день заняты колл-центром и принимают ежедневные звонки по номеру 1318, по которым можно позвонить и дать свои предложения, то есть жителям города Ташкента. Недавно мы с нашими узбекскими партнерами, вузами, ректорами побывали в Турции. Это был форум высших образовательных учреждений технического направления. Более 80 высших образовательных учреждений участвовали в этом форуме. Основными задачами нашим турецким партнерам были озвучены договоренности, те, которые мы поставили задачи перед собой тоже. То есть сами договоренности решены, теперь нам нужно их просто-напросто воплотить в жизнь. Ну, мы прекрасно знаем, что во всем мире, даже можно сказать, Турция является одним из самых сильных направлений. Это и IT-технологии, и строительные направления, и транспортные направления. В этой связи было дано предложение провести там форум технических университетов. На первом плане более 80 договоренностей у нас были подписаны двухсторонние соглашения, которые включают в себя и академический обмен студентов, и научно-исследовательской деятельности. И даже на второй день форума мы встретились как раз-таки с бизнес-структурами города Измира. Это и технопарки, это и индустриальные парки, а также торгово-промышленная палата как раз-таки этого региона. Основная цель – это повышение как раз-таки качества образования в Узбекистане. Второе – это научно-исследовательская деятельность, более-менее активировать. И третье – интеграция с производством. То есть задачи были поставлены перед всеми вызовами одинаковыми. Мы на сегодняшний день планируем открыть офис, продвижение этих вопросов, узбекско-турецкий офис. Здесь для того, чтобы проработка тех подписанных договоренностей не осталась на бумагах, реализовалась в этой связи по качеству образования. Конечно же, это кроме того, что профессорский, преподавательский состав будет обменяться квалификацией. Это первая задача, которую перед турецкими партнерами мы поставили – это признание кредитов. То есть повысить мобильность студента, который поступает в Узбекистане, то есть определенном семестре, чтобы этот студент мог отучиться в Турции и вернуться обратно, то есть закончить. Программы двойных дипломов, конечно, тоже были подписаны с некоторыми университетами. Это по системе и два, плюс два. Потом мы попросили турецких партнеров для того, чтобы наверсать наше, чтобы долгое время не занимало. Это квоты на магистратуру и квоту на как раз-таки докторантуру, PHD, то есть в этой связи. Кроме этого, для того, чтобы повысить как раз-таки профессиональные навыки здесь преподавателям, ожидается привлечение турецких профессоров из университетов в узбекские университеты, которые будут тоже читать лекции нашим гадам. Нужно признать, что Турция одна из тех стран, которые, конечно же, более-менее нашим профессиональному преподавателю составу легче с языковым барьером, легче с культурой, то есть более-менее похожи. Я думаю, эти договоренности все воплотятся в жизнь. Открываем здесь офис трансфера технологий, то есть все технологии тех вузов, которые были разработаны там, тоже хочется здесь увидеть. Очень большая там заинтересованность была со стороны турецких вузов по работе в Узбекистане. Кроме того, конечно же, мы ожидаем, что этот форум не единственный будет. Следующий, я думаю, ожидается, мы как бы первичные наши договоренности, это следующий, мы хотим организовать такой же форум, только в Узбекистане уже. И в это пригласить не только технические направления, я думаю, этот вопрос будет расширяться все больше и больше. Нужно признать, что опыт наших турецких друзей, конечно, он очень высок. Почему? Потому что, если даже посмотреть по качественному составляющему, они по всем направлениям превышают в разы не только узбекские вузы, но и некоторые, скажем так, вузы восточноевропейских стран. То есть вопрос в этом составе. И кроме этого, мы почему еще больше, конечно, направились на Турцию? Мы прекрасно знаем, что турецкая образовательная система больше всего, конечно, воплотилась со стороны Германии. Очень много профессионалов, которые там отучились. Есть и другие страны, но в большей степени, конечно, это немецкая. Вы прекрасно знаете, при юноргации нашего президента были поставлены задачи по немецким стандартам. Что касается, если напрямую вопрос возникает, почему не в Германию тогда, нам бы хотелось это сделать пошагово, то есть довести до уровня турецких вузов, потом уже, конечно, с немецкими, чтобы слишком большого контраста не было. В нашем университете конкретно, конечно, у нас очень много договоренностей. У нас, не скрою, сердцем нашего университета является эта кафедра. Мы с турецкими партнерами уже давно работаем. У нас есть университеты уже и строительные организации, и проектные организации, которые тоже совместно сделаны турецкими компаниями. Теперь, что касается повышения квалификации, у нас очень хорошее взаимодействие более 20 турецкими университетами, оно было. Ну и в большей степени этот форум, конечно же, провелся для того, чтобы мы бы хотели поделиться и с нашими другими партнерами, чтобы было региональное развитие. И в большинстве случаев с узбекской стороны поехали региональные университеты, региональные высшие образовательные учреждения, для того, чтобы рынок наш насытить теми высококвалифицированных специалистов, которые нужны. Что касается транспортного университета, конечно, в большей степени мы работаем в строительном направлении, в проекте сметан, как раз-таки документация строительства дорог, коммуникации, зданий, сооружений. За последние пять лет высшие образовательные учреждения, вообще система высшего образования в Узбекистане, конечно, вобрала в себе очень много опыта. Нужно признать, мы, конечно, качественно составляющие выросли. Но, тем не менее, перед нами стоит очень много задач. Во-первых, это вот, может быть, знаете, это вот направление рейтинговых университетов. Очень часто многие наши университеты, гоняясь за рейтингом, забывают о качестве самой. То есть рейтинг – это не сама цель должна быть. Исходя из этого, мы, конечно же, в Совете высшего образования обсудили вопрос по тому, чтобы правильно направить наши университеты и в сторону рейтинга тоже. Почему? Потому что рейтинг – не сама цель. Мы должны поставить задачу так, что рейтинг должен прийти сам. Это первое. Второе. Очень большая проблема с кадровой составляющей. Это школа по этому ректоров. Не раз руководством страны озвучивалось. Кто на сегодняшний день ректор университета? То есть в большинстве случаев получалось так, что нашими коллегами являются профессора. Естественно, никаких проблем нет. Но сама система диктует то, что ректор сегодня – это не только тот, который знает хорошо предмет своего направления. Это, в первую очередь, менеджер. В вторую очередь, что от нас ждут? То есть коммерциализация науки. То есть у него должно быть очень много навыков. Он должен чувствовать сам рынок. Все, скажем так, изменения на рынке, как рынок образовательных услуг, как рынок труда, точно так же и вообще глобальный сам рынок. То есть до тех пор. Почему? Потому что университет – это сегодня для узбекского общества является не только образовательным учреждением, но это еще тот орган, который, скажем, на местах должен работать и продвижением социально-экономического роста. То есть университеты должны быть у нас драйверами некоторых направлений. К сожалению, этому мы еще очень идем. Очень много, конечно, идей воплощается. Но сказать драйверами, это слишком громко будет сказано, мы еще не являемся. Исходя из этого, само развитие университета тоже должно поменяться. То есть оно не должно идти, как только развитие образовательного учреждения, а полностью тоже в комплексе он должен развиваться и как со стороны, скажем так, экономической, и так со стороны, скажем так, академического развития. Поэтому те решения, которые сегодня последовательно принимаются, как раз таки подводят к тому, что мы должны понять, что это рынок образовательных услуг, где есть конкуренция тоже. Поэтому, исходя из этого, поставлено очень много задач перед Советом высшего образования. Совет высшего образования – это не государственная организация, которая дает предложение. И, конечно же, мы являемся одним из, скажем так, бенефициаров, скажем так, тех постановлений, которые сегодня вот как раз таки уходят, тех наработок. Поэтому, я думаю, даны полномочия по рассмотрению тех нормативно-правовых актов, которые будут согласовываться с Советом высшего образования. Ну и потом, я думаю, Совет высшего образования в комплексе с образовательными учреждениями, с министерством. То есть, конечно, направленность в то, что развитие высшего образования Республики Узбекистан, правильное развитие. Вот в этом направлении у нас наработаны планы. Школа ректоров, она подразумевает, это новый подход как раз таки, резерв кадров золотого фонда, даже можно сказать, как раз как высшим образованием, который мы хотим воспроизвести для того, чтобы могли свои планы планировать в школе ректоров не только на один-два года, а более долгосрочные планы развития каждого вуза по отдельным способам. Что здесь очень важно? Мы прекрасно знаем, что кадр решает все. То есть кадровая составляющая, развитие человеческого капитала очень важно на сегодняшний день. Исходя из этого, нужно подобрать, как раз таки сделать некий резерв, соответственно, который можно будет прорабатывать, в который люди, то есть с общими интересами, с общими навыками, которые, возможно, в дальнейшем будут продвигать интересы не только одного вуза, а и в команде тоже. То есть исходя из этого, хотим делать предложение, то есть составить там, мы сейчас разрабатываем как раз компетенции всех, кто должен быть ректор, про ректор, декан, какие навыки у него должны быть, какие компетенции должны быть, какой вообще психологический портрет ректора. После этой разработки, я думаю, будет сделан определенный как раз таки отбор. Это не конкурс, отбор для того, чтобы подготовить человека. Подготовка одного человека занимает очень долгое время. Мы хотим как раз таки его начать задолго до того, чтобы этот человек завтра может где-то каким-то либо направлением, либо целым университетом руководить на местах, либо в городе Ташкенте. Готовят будет не всегда, то есть это не все люди из системы образования. Почему? Потому что там есть как бы и психологов мы хотим пригласить, и ведущих зарубежных, экспертов пригласить, и это юридические навыки, и экономические навыки. То есть здесь у нас, конечно же, есть возможность пригласить людей, самых лучших, которые будут готовить этих людей. Уже, конечно, практически навыки он, конечно, будет получать уже в высших учебных заведениях республики. Это будет школа, и плюс это будет некое движение, которое будет, то есть, как раз таки продвигать наше высшее образование в дальнейшем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!